Радио Бизнес-ФМ Челябинск отмечает сегодня пятилетний юбилей. Это СМИ входит в состав медиахолдинга ОТВ. Так что мы поздравляем наших коллег с юбилеем. И в гостях у программы «Наше утро» ответственный редактор Радио Бизнес-ФМ Челябинский Андрей Фролов. Доброе утро, Андрей Сергеевич. Здравствуйте, коллеги. Большое спасибо за поздравления. Начинайте продолжать. Поздравляйте, поздравляйте нас. Давайте для начала нашим телезрителям напомним о том, что такое за Радио Бизнес-ФМ, кто его слушает, на какую аудиторию направлено оно. Аудитория наша очень интересная, мы ее очень любим, она очень качественная. Это люди, которые принимают решения, которые зарабатывают деньги, у которых есть свой бизнес. На самом деле, конечно, мы не только на эту аудиторию работаем, нас слушают разные люди. Но вот наш костяк – это взрослые люди, которые умеют делать дело, зарабатывать деньги. И мы стараемся им в этом помогать. А вот человек, который случайно с утра едет на работу, днем едет по делам, случайно наткнулся на вашу волну, ему интересно будет вас услышать в первый раз? Я думаю, как минимум минут 20 у нас послушают. Почему минут 20? Потому что у нас только новости звучат, у нас нет песен, у нас нет каких-то длинных диалогов, монологов, разговоров со слушателем, когда можно позвонить в студию. У нас только новости. В том числе 12 раз в день выходит региональная наша вставка, наш выпуск новостей. Это 15 минут, мы их ежедневно делаем. И получается так, что человек включает радио, бизнес-ФМ, за 20 минут он знает все, что происходит в мире, в области, в городе. Вся информация у него уже есть. А вот интервью какие-то вы там тоже делаете? Конечно, конечно. У нас очень много приходит разных людей, которые готовы рассказать, нам интересно рассказать информацию. Прежде всего, конечно же, форматную информацию. Какое интересное слово-сочетание получилось. Формат. Вообще, формат бизнес-ФМ – это отдельная тема. Не будем загружать наших слушателей с утра. Наших зрителей. Наших зрителей. Это пруссионально. Наших слушателей, которые сегодня превратятся на некоторое время в зрители, ну и, конечно же, зрители телеканала ВТВ. Мы приглашаем тех, кто может очень коротко, за 5 минут, рассказать что-то очень важное и интересное. Все, что касается, опять же, бизнеса, власти, каких-то процессов политических. Да, действительно, кому-то покажется скучным, но, тем не менее, наши гости всегда сами по себе очень интересные люди. Их интересно послушать. Даже если они говорят о таких вот серьезных вещах. Ну, когда человек в тиме, мне кажется, ему интересно это будет. Конечно, конечно. Да, конечно, кто-то на юмор-ФМ скучает, да, а кто-то на бизнес-ФМ с удовольствием смотрит веселиться. Опять что-то случилось. А скажите, Андрей, вот какие за 5 лет достижения, награды, чем можно гордиться вот за эти прошедшие 5 лет? Мы очень сильно старались за эти 5 лет получить какие-то разные награды, да. Нет, на самом деле, когда мы начали, было очень трудно. Мы привозили наши выпуски в Москву, показывали коллегам с бизнес-ФМ московского. Они говорили, все неправильно, мы все переделывали. Затем стали участвовать в разных конкурсах. И потихоньку, помаленьку мы стали подниматься все выше и выше, в том числе и в профессиональных конкурсах, когда коллеги, которые сначала нас слушали и вообще не понимали, зачем столько новостей. 15 минут одни новости, ну, в разных форматах, да, но тем не менее одни новости. Они не понимали, зачем это. Ставили нам двойки и никаких призов мы не получали. Но затем мы все-таки доказали, что такой формат имеет право на жизнь, что мы делаем интересную работу, и она действительно получается хорошо, классно. И мы получили, мы стали лучшими в 2014 году в России. Вот. То есть это профессиональный... И уже вы станете двойки, коллега. На самом деле так и есть. Я с этого момента член жюри всероссийского. Как повезло, ты как все повернулось. Да, мы стали лучшими в прошлом году на конкурсе финансовой журналистики. Лучшими в стране, я имею в виду. И мой коллега, шеф-редактор Александр Глуходедов, сейчас тоже член жюри, правда, другого университетских работ. То есть, в принципе, вот радио «Бизнес.ФМ» за эти пять лет какие-то такие наработки сделало, так что нас стали ценить не только уже в области, в регионе, но и в стране. Накачали массу, да, так можно сказать. Ну, по мне это видно. А вот большой коллектив работает у вас на радио. Да. Сколько у вас таких прокачивает? Нас 13. 13? Да. А у них суеверий никаких нет по этому поводу? Нет. Не переживаете? Нет, у нас есть свои суеверия, честно скажу. Я не хочу о них рассказывать, нам нужно вот окунуться в атмосферу. Есть, и мы иногда начинаем вот переживать из-за каких-то дел. Но что касается 13, у нас колеблется цифра, плюс-минус там один человек, по-всякому бывает. Ну, входящий, входящий. Вот коллектив получается маленький, объем большой, и в результате получается хорошая, качественная работа. Значит, цифра 13 пусть будет наша. Пусть будет наша и счастливая, да? Да. Андрей, а вы еще скажите, пожалуйста, вот радио BFM, да, это ведь часть нашего большого радииного холдинга ОТВ. Расскажите, кто еще входит в радииный холдинг ОТВ? Значит, радио Бизнес-ФМ, я сразу поправляю, потому что BFM74, это наш сайт. У нас есть сайт еще, где мы все наши работы тоже выставляем, кучу разной информации дополнительной. И он, вот начиная с прошлого года, так серьезно развивается, наращивает аудиторию. Это очень сложно, потому что в интернете сейчас разворачивается своя битва за аудиторию. Но мы вот находим свою нишу и стараемся там тоже быть, присутствовать и быть интересными. Кроме того, у нас в холдинге радио Дача по всей области, у нас около 15 точек вещания стоят в разных городах. У нас есть радио Ретро-ФМ в Златоусте, Миасе и Кусе. Кстати, Бизнес-ФМ тоже вещает в Миасе, Златоусте и Садке. То есть мы не только в Челябинске звучим, мы очень мечтаем еще в некоторые города попасть в хорошие, большие. Попадете? Да, разумеется. Но планы есть, главное стараться, чтобы эти планы осуществились, для этого работать. Это касается и контента, и технологического развития, и вот именно попадания в новые города. В общем, нас много. Я имею в виду наших ведущих, наших новостей. Это огромная территория вещания, практически вся область. И формат, которым мы делаем новости, он есть и очень серьезный, как на Бизнес-ФМ, и достаточно легкий, как на Радио Дача и на Ретро. Потому что слушатели, понятно, совершенно другие, и им нужно новости полегче. Но тем не менее, мы умудряемся делать новости в разных самых видах. И вроде бы получается. Да не вроде бы, а получается, хочется сказать. Ну вот сегодня готовится большая программа по празднованию юбилея. Вот где вы будете отмечать, кто, может быть, гостями будет. Почему нас не пригласили? Я вас приглашаю. Я все списки перечерплю, внесу вас. Во что значит? Если это вас заинтересует. На самом деле, у нас будет необычное празднование нашего юбилея, первого юбилея пятилетия. Мы решили пригласить очень известного человека, Михаила Хазина. Это политолог, экономист, человек, который предсказал кризис 2008 года. И самое главное, вот чем он интересен, опять же, нашему брату-журналисту, этот человек не боится делать прогнозы. Он иногда ошибается. Но когда у человека спрашивают, он делает эти прогнозы. Это всегда классно. И поэтому он расскажет нам, как нам жить в наше непростое время. Кроме того, будет также еще вручена премия «Лучший бизнес» от Радио Бизнес ФМ Челябинск. То есть в свой день рождения мы будем награждать компанией, которые, в общем-то, составляют и наших слушателей, и наших экспертов, и, в общем, это наша и аудитория, и наши коллеги, и рекламодатели в том числе. Мы награждаем самые лучшие компании, с которыми мы работали эти пять нелегкие, на очень хорошие пять лет. Пять счастливых лет. Да, пять счастливых лет. Наградим самых лучших, поздравим их с тем, что они вместе с нами, и вместе с нами работают. И, ну, и, разумеется, еще немножко празднуем. Ну, отлично, мне кажется, большое количество сюрпризов. Мы еще раз вас поздравляем. С юбилеем. Потому что пять лет все-таки это дата, скажем так. Да, пять лет, кстати, вот так принято показывать, да, по-моему. Так что пять лет. Пять лет. Мы сделали это! Ура! Мы победили. Да, ну что ж, Андрей, большое спасибо, что вырвались из эфира к нам в эфир. Мы всегда рады вас видеть, наших коллег. И поздравляем вас еще раз с юбилеем. Спасибо, вырывайте почаще, буду рассказывать. Дорогие друзья, ну, а я напомню, что в гостях у программы «Наше утро» был ответственный редактор радио «Бизнес-ФМ» в Челябинске Андрей Фролов. Ну, а прямо сейчас пришло время новостей. Спонсор выпуска – российский производитель трикотажа «Орехина». Продолжение следует... Продолжение следует...